Творожная икра Для этого блюда понадобится 400 г творога классического, 70 г зеленого лука, 100 г молотых редких орехов, 100 г петрушки, 500 г черного хлеба и черный перец. Сначала разберемся с луком. Нарезаем его. Теперь основной ингредиент – творог. Это отличный источник кальция, калия, фосфора, ну и, конечно же, белка. Творог на завтрак, и вы прекрасно себя чувствуете, полный сил и энергии в течение всего дня. Рекомендую Савушкин хуторок. Этот творог по-домашнему рассыпчатый и нежный. Соединяем его с луком, орехами, зеленью и перцем. Хорошенько все перемешиваем. В полученную массу небольшими порциями вводим масло и снова добиваемся ее однородности. Масло должно полностью впитаться, чтобы творожная икра стала бархатистой. Ну а черный хлеб, он, кстати, полезнее белого, просто нарезается и обжаривается до румяной корочки. Финал. Творожная икра отправляется на поджаренный хлеб. Оригинальные гренки с яркой и вкусной творожной икрой готовы всего за несколько минут. Приятного аппетита! Напоминаю, основным ингредиентом для сегодняшнего завтрака был творог классический Савушкин хуторок, который производится только из свежего коровьего молока самого лучшего качества. С отличным настроением и таким же самочувствием гораздо легче совершать трудовые подвиги. Хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok